так 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 погодите не забываем про розыгрыш все подробности в предыдущем видео ну а теперь погнали итак друзья пока мы занимались установкой пневмоподвески монтировали видео у нас случайно вот как-то в ноябре уже выпал снег в питере ну ладно в общем и у нас тоже есть один нюанс нашу газельку которая просто стоял здесь никому не мешала нагрузили полностью картоном то есть у нее полный кузов картона и сейчас мы поедем и сдадим его так как в яндексе у нас денег за работ не получилось может быть получится заработать на сдачу картона можешь просто наложить звук мотору на что она якобы завелась короче я не знаю заводить разматывать провод очень лень поэтому умер попробуем ее прикурить я надеюсь у нас получится ну все мы подождали минут пять и я надеюсь она заведется так новое что ты ей хуй а это нормально Это парк фоники. Мне кажется, что сейчас она закончится. Это я перепутал клеммы. Видимо, аккум совсем мёртвый. В нём 6,8. 6,8 вольт. 7,5 уже. Это он уже заряжается в минутку. В общем, всё. Пускай эта штука тут стоит. А мы пойдём в тепло. И через 2 часа вернёмся. Но для вас опять это будет мгновение. Вот и наступил момент. Но на самом деле прошло сколько? Часа 4. Мы попытались зарядить нашу газель. Сейчас посмотрим, что из этого вышло. Да какой варвар. Просто он не закрывается. Попытка номер миллион. В общем, мы решили посмотреть, сколько стоит Акум. И самый ближайший подходящий у нас по закупке будет там 5,600. Но вариантов нет, поэтому нужно заказать. И, кстати, пока что я заказываю Акум. К нам уже приехали ребята в гости. Вы, наверное, знаете. Это Андрей Нечаев, Дима Кардашоу приехал к нам в гости познакомиться. И приехал к нам наш дилер с Караганды. Пойдём на улицу и покажем ребят. Дима Кардашоу приехал. Нет, он подъезжает там. Как капитан корабля с сигарой. Здравствуйте. Еще круга 4 могу дать. Это, собственно, наш дилер с Казахтана. Куда можно обращаться, звонить. Вся продукция у него есть. Ну, почти вся. Ну, в общем, он приехал опять за кучей, кучей, кучей коробок палетов. Заберёт, привезёт. Так что там это быстрее купить, нежели чем ждать от нас, чтобы мы отправили. Если будет звонить нам, тогда дадим номер. Дима приехал на первый раз, и машина у него новая. Она груженная? Да. Но она, кстати, просела, и рессоры прям ровные. Вот, смотри. Я не знаю, что ты докидывал. Я смотрел видео. Сколько это? 30 стоило? Ну, вместе с работой вместе, да. Пару листов, да, ещё докинули? Да. По два листа сзади, и по одному. Но на пустую жёсткая. Ну, да. Но если спрема была бы на пустую мягкая, а на загруженную так же всё ровно бы стояло. Ну, выше, чем сейчас, то точно. Да, и когда к пандусу подъезжаешь, иногда хочется подкачаться. Ну, да, потому что часто, когда они 6-5 метровые, они сильно просаживаются, и к пандусу подъезжают, там, сколько? Метр двадцать, я не помню у него. И не по грузчику, никому не заехать на... Ну, не загрузить нормально. У нас же урок, да, иногда не заезжает. Ну, вот, да, да. А тут нападок всё это низко стоит. Да, и вот мы стоим с Димой. Фура уже почти заехала, и вон к нам едет Андрей. По своему В-8. Здорово, ребят. Всем привет. Привет. Ну, привет. Здорово, Андрюха. Дима. Вот познакомились живую. Да, только начались там живую. Такое у нас получился странное видео. Мы, короче, снимали так по чуть-чуть всё подряд. Одно там делать что-то другое, там установку. И сегодня вообще пытались сдать картон на эту газель, потому что нам полностью изобразили картоном. Умей. Она там, блин, полдня не заводилась, а в итоге нам вот в гости приехали. В тот день мы газельку, в общем, так и не завели. Сейчас уже наступил новый, выпал снег, и мы едем сдавать картон. Так, ехать нам 5 минут. Надеюсь, наша газелька доедет. А, и кстати, тут люди писали в комментариях, что нужно пристёгиваться, что я за рулём не пристёгнут. Вот, увы, на нашей газеле пока что не работают, как, ремни безопасности. Ну, вернее, они есть, но их просто не вытащить, они там не втыкаются. Короче, с ними проблем куча. Так бы, конечно, я уже был пристёгнут и ехал бы более безопасно. Так что не ругайте меня строго. Заезжать на весы? Не, пока что не заезжать. Ну что, у нас заехать, разгрузиться, а потом взвеситься? Да, 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 мы сейчас взвесим, сколько мы заедем, а потом сколько мы поедем, пустые. Сейчас мы сидим ждём, пока ребята разгрузят. Я ничего не вижу, выйти отсюда не могу, а Миша не может сюда залезть. Ну, в общем. И, кстати, газелька, гружённая, с картоном вместе со мной, весит 2,700. Ладно, без меня там будет 2,600. Посмотрим, когда выгрозит, сколько вообще она пустая весит, мы тут узнаем. 100 рублей есть? Ну и нет вообще налички. Это всё на переработку добавят? Конечно. И в Питере перерабатывают? Ещё как перерабатывают в Питере? Ну, сколько, я знаю, 5 заводов. Не, я понял, я даже не знаю. Это не считая, там, в Ленобласти и так далее. Конечно, перерабатывают, да как же. Ещё 4,940. Ух ты. Ну, 5,000, мы сейчас второй привезём. Ну, дело ваше. Всё отлично. Спасибо. Всего доброго. Давайте. До свидания. В общем, мы сдали картон, получили с этого 4940 рублей. Мы приехали, газелька весила 2,700, когда разгрузили 2,320. Итого 380 килограмм картона и заплатили нам за них пятак. Это действительно много, я не ожидал. И на это можно сделать какие-то небольшие деньги. Ну, в общем, аккумулятор у нас уже окупился. Пойдём в кабину, а то холодно. На улицах Петербурга продолжается битва с циклоном Бенедикт. За минувшие сутки с улиц Мегаполис выездили больше 7,5 тысяч кубометров снега. Это почти 500 камазов. Но это не помогло справиться с 10-ти бальными пробками на дорогах. Ну, а что творилось у нас, вы сможете узнать из сторисов, которые снял Гена. Так, ну как вы поняли, у нас тут всё замяло. И наш коллега застрял. А, да, Артём? Так что не покупайте себе никогда заднеприводные автомобили. Ну, кроме вот этих газелей. Сейчас столкнём. Ну, сейчас мы решили выйти с нашего здания и дойти до вот улицы Ленина, посмотреть, как там всё стоит. Потому что, ну, там 10 баллов просто показывает всё. Не то, что красное, но чёрное. Налево Московское шоссе, направо завод Тойоты Софийской. Ну, и здесь просто всё стоит аглухо. Аглухо. В одну сторону, в другую сторону. Вон люди пешком идут. Одни наши коллеги стоят в пробке. Несколько машин в ту сторону. Они час назад или полтора часа назад уехали. Проехали, наверное, 500 метров. И тут уехали полчаса назад. И проехали, наверное, 300 метров. Сейчас посмотрим. Молодой человек, вы далеко смогли уехать? 47 минут. 47 минут, да? 300 метров. 300 метров за 47 минут. Вот такой вот пикериколапс. Вот такие вот проблемы. Блин, бедные мужики, конечно, дальнобойщики. А, так там тоже всё стоит. Далеко-то не уехать. Да. Блин, бедные мужики, дальнобойщики. Говорят, полные. Когда он гружённый, то ему проще. Что, типа, дави там по 16 тонн на ось. А пустому, пустой вообще не трогается. Друзья, итак, время у нас 21.38. Чтобы вы понимали, вот видите, хоры стоят. И мы по-прежнему также на работе. Ну, кто-то ушёл пешком, кто-то не ушёл, кто-то остался. Ну, чтобы было понимание, что сейчас происходит в Питере. И вот такие вот кучи снега, гигантский снег валит. Ветер. В общем, 21.38. Наш сотрудник за 5 часов смог проехать 10 километров, если не меньше. И всё. Ну, движение перекрыто. Кто-то за 5 часов проехал километр. И ничего не меняется. Просто снегом всё замело. Машины не могут ехать. Фуры едут. Всё стоит. И на Яндекс.Картах уже просто движение именно перекрыто. То есть, кирпичи прям висят. Ну, что движение просто физически нет. Именно кирпич. Так, друзья, у нас утро следующего дня. Пришлось ночевать на работе. То есть, ну, действительно, кто-то остался на работе, кто-то поехал домой, ехал по 6 часов. А фуры всё так же стоят. Смотрите, друзья, утро следующего дня. Кто-то оставался спать на работе, кто-то уехал. Это самое. Вот Сергей, наш менеджер, уехал и приехал обратно. И встал, да, ты опять стоит. Мы-то пешочком сходили в магазин за водой. Сейчас зайдём до работы. А то так же движение парализовано. В Питере ничего не убрано. Снег как был. Фуры стоят. Фурам не тронутся. Так. Ну, а сейчас у нас время... Фух, передохнул. Время уборки. Максим, вот больше всех пока убирается. Я притапываю. Андрей там, я вижу, убирается. Потому что иначе нам деловые линии просто не приедут забрать груз. Никому не выехать. Дензовод встал. Всё, буксует, бедолага. Всё стоят. Никому не выехать. Золовьим линием от нас к ним уехать. Сейчас будем помогать. Вот, бедное, туда-сюда. Таскаем. Прогрел всё. Так, ну всё, бензовод выкопали. Но это ещё не всё. Всё так же стоит. Друзья, у нас наступила зима. Навалило кучу снега. Теперь территория у нас большая. Её нужно убирать. Ну и для облегчения работы было принято решение купить какой-то недорогой снегоуборщик. Бензиновый снегоуборщик. Патриот ПС-161. В общем, сейчас мы будем его открывать, разбирать, смотреть всё, из чего он состоит. Ну и попробуем его собрать и, может быть, завести. Слушай, ну это какая-то красивая штука. Новая, особенно новенькая. Всё приятно. Распаковывать, собирать. Единственное, что мы знаем, что это вроде 4-х такт на мотор. Хотя бы с маслом смешивать не нужно. Не знаю, что вам рассказать. Ну тут всё то же самое, как на обычной на трамбовке... На газонокосилке. На газонокосилке, да-да-да. Ну всё то же самое. Типа тот же самый карп, та же самая настройка. Что-то тут 7 лошадиных сил, если что. Технологии завести мы сегодня не сможем. Мы не нашли, куда нам деть ещё вот такие вот 4 странных специальных болта. Завтра привезут бензин, завтра привезут смазку для редуктора. Я думаю, что для вас завтра наступит опять же вот так. Так, короче, мы посмотрели, там и в редукторе была смазка, уже не нужно ничего пихать, и в двигателе. Но в двигателе было чуть-чуть масла, и мы не знаем, как оба, но дольём, как по спецификации написано. Чуть-чуть. Там уже сколько-то налили, я думаю, что осталось совсем немножко по уровню. И всё. Теперь, братуха, одевай куртец, и пойдём на улицу высасывать бензин. Прямой пир. Ой, вспомним молодость. Попытка номер два. Иди, чё там, нахера. Ничего. Да давай большим попробуем. Пошла возня. Ну чё, бензин, Владос, добыл? Как думаешь, я разолью? Нет, конечно. Спасибо. Спасибо. Ну, по сути, он должен взвестить. Ну, короче, всё, штучка завелась, и, походу, с него уборщиком и нашли, кто будет на ней ездить. Он избранный. Стоп. Я не верю. Тринити, помоги. А что это мы тут делаем? В очередной раз высадили акум на газели. Вчера, короче, мы её чистили от снега, её завели, но она чё-то нагрелась, заглушили. А наш мастер на все руки Михаил. Нет, он очень хороший мастер. Но, короче, подключил печку напрямую от аккумулятора без зажигания. То есть, зажигание выключили, а печка всю ночь колбасила. А я кум просто в нулях. А провода, которые нам дали, игрушечные. Там просто говно. Там вот куча резины, а провода совсем нет. Поэтому пришлось взять что-то подручное и через четыре провода попытаться завести. Минут тридцать, наверно, погрелся. Сейчас попробуем завести. Короче, газель поработала пять минут, опять заглохла, и мы никуда не сможем на ней поехать. И аккумулятор мы тогда не купили. Сейчас мы поедем и заберем его на пыжике, на львенке. Знаете такую машину? Я не знаю. Три дня был снег, у нас стояли пуры. И три дня его никто не убирал. И тут наконец-таки решили убрать. А весь снег, короче, он остался на асфальте. Вот этот он в лед превратился. Дорога просто ужасная. Как будто ты едешь и не за по минному полю по кочкам. Блин, подвески хана. Подошли всех обмануть что ли? Не понимаю, что это такое. Стой, стой, Тём, погоди. Ну, типа, вот зачем? Я же говорил в историях это снимал. Зачем мы гони по встречке? Ну, зачем? Одна полоса в одну сторону, одна в другую. Нет, ну, нахуй, он кретин. Ну, не обязательно, что он казах, типа, нет. Просто... Куда ты едешь? Вот спереди нас едет Audi, и там девочка за рулём, она тоже молодец. А я ей показал, типа, большой палец, когда она думала пропустить или не пропустить этого идиота. И она, умница, улыбнулась и не пропустила. Зачем, зачем, типа, нужно быть таким идиотом, если впереди пробка, ты обгоняешь по встречке, и, ну, ты упрёшься просто встречной машины, в котором тоже нужно ехать, а из-за такого кретина, как ты, все будут стоять. И, ну, типа, портит настроение, ну, не понимаю, зачем. Так что, ну, уважайте друг друга, уважайте друг друга на дорогах. Ну, вот, наконец-таки наш новый аккумулятор. Ну, всё, наш новый аккумулятор на месте, пора ехать. Ну, пока не совсем пора, дворники примерзли. Прыгай! Кстати, что-то мы не сказали, куда мы поехали. Мы поехали опять зарабатывать бабки, сдавать картон. Всё, конечно, круто, мы доехали, но когда приехали и посмотрели в кузов, то увидели, что у нас просто каркас смялся. Его вот, мы говорили, что куча снега выпала. И вот эта куча снега согнула, смял наш каркас. Я не знаю, как бы, как он дальше-то поедет. Туда забираться и учистить нужно, мне не очень хочется это делать. Давай сначала сдадим, а потом уже посмотрим. Кстати, пока что мы на весах, можно узнать, сколько весит, вот сколько снега на нашей крыше. В тот раз машина пустая у нас весила вместе со мной 2,320. Сейчас мы разгрузим, обратно взвесимся и уже скажем во вес, сколько тут и картона, и сколько здесь снега. Ну всё, 3,250 у нас в кармане. Ну а теперь к делу. В общем, у нас есть друзья. Им нужно было съездить там на один адрес, на второй адрес и там собрать в кучку и довезти, в общем, на третий адрес. Они хотели это сделать по Яндекс.Такси грузовой, и это бы стоило 3,764. Но мы за свои услуги просто, ну, чисто подружески, так сказать, взяли с них 2,5 тысячи и поедем им помогать. Погнали! По коням! 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 король 3 до встречи на трассе все мы все оплатили нам нужно забрать какую-то имитацию бруса корейские брусы и колдущикам к ребятам пойдем две пачки смотри просто ебал тут полная были ну как так-то этого следовало ожидать ну все спустя наверно минут 40 мы приехали во второе место тут нужно забрать какие-то радиаторы первым мы забрали доски положили в наш уже согнутый кузов а сейчас какие-то радиаторы пойдем все чего не заводится ведро это он приборку ну просто тухнет ну типа охуенно решаем тут все снимал она не заводилась собака суту я даже не крутила еще минус 200 рублей уже второй раз заезжаем на платку за сегодня то что иначе ну это просто не проехать весь город опять стоит блин дорога позднее еще эти дтп тормозят ужас не видят в жопу друг другу ну все мы приехали на финальную точку выгрузки скинули дерево скинули радиаторы мы кстати находимся рядом с петербургом ну и теперь уже 7 часов вечера и нам пора отправляться на работу за машинами и ехать домой от работы нам еще ехать полтора часа а сейчас пятница хочется домой но на этом все наше видео в очередной раз прошло концу и напоминаю вам не забываем про розыгрыш все подробности в предыдущем видео смотрите предыдущее видео пишите комментарии именно там поздравляйте именно там здесь здесь комментарии тоже можно писать но учитываться к розыгрышу они не будут так что следите и кстати сам розыгрыш будет проходить 23 числа то есть 23 декабря 2021 года все подробности мы будем вам напоминать в ютубе будем напоминать в инстаграме следите не забывайте ждите прямой эфир ну а теперь точно на этом все надеюсь видео вам понравилось ставьте лайки и ждите розыгрыш всем пока